Платежки за октябрь удивили многих пермяков. Еще большее удивление вызвали счета за отопление в зимние месяцы. Итоговая сумма к оплате в сравнении с прошлым годом у некоторых увеличилась в полтора-два раза. Но повода для паники быть не должно. Причина больших счетов – июльское постановление правительства региона. В соответствии с документом, с октября прошлого года мы платим за тепло исключительно в отопительный период. В домах, где у нас с вами установлены приборы учета, мы расчет производим по фактическим показаниям приборов учета. То есть работаем по факту. Работаем мы только в отопительный период. То есть это у нас получается 7 месяцев. В летний период мы оплачивать по услуге отопления ничего не будет. Аналогичной ситуации и в домах, где таких приборов учета нет. Там расчет потребления тепла производится, исходя из нормативов. В 624 постановление правительства было направлено прежде всего на упорядочение платежей и расчетов за потребление тепловой энергии. Внесены изменения в правила казальных коммунальных услуг. Если ранее, в 2013 году и предыдущий период мы платили в соотношении 1 к 12, то бишь брался средний норматив потребления за предыдущий год, ежемесячно этот норматив начислялся потребителям. Таким образом, в этом году за тепло мы заплатим не больше, поскольку уже через пару месяцев к нам придут нулевые счета за отопление. А вот в зимний период большие счета неизбежны. Но не стоит забывать, что если на оплату коммунальных услуг уходит больше 22% от совокупного дохода семьи, то вы имеете право обратиться в территориальный орган соцзащиты для получения субсидий. Ретис Бараускас, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Редактор субсидий А.Семкин Корректор А.Егорова